Всем привет! Сегодня мы с вами разберем горячие новинки от Revolution и действительно это горячие новинки, прям горячие пирожки такие, которые сошли только с конвейера недавно Makeup Revolution и уже наделали очень много шумнихи. В основном речь пойдет о новой линейке, которая называется Conceal & Hydrate, по внешнему виду это может вам напомнить линейку, которая вышла около года назад, которая называется Conceal & Fix, только та линейка больше подходила для комбинированной жирной кожи, а вот это от Ветро Волюшин на мольбы их фанов о том, что пожалуйста сделайте то же самое, только для тех, у кого нормальная или сухая кожа. Я когда увидела, что эти новинки уже доступны в Украине, естественно сразу же их схватила, потому что очень интересно было это протестировать на моей коже, так как у меня как раз таки суховатая кожа, но это кстати не все, еще мы с вами посмотрим на новую рассыпчатую пудру от Revolution, а также на маркер для бровей. Но перед тем, как мы с вами приступим, у меня для вас рекламная вставка, я хочу порекомендовать вам очень удобный сервис для поиска скидок на любые товары salary.ru. Сервис разместил в себе товары всех популярных интернет-магазинов для того, чтобы вы легко и быстро смогли найти скидки на интересующий вас товар. На сайте представлены товары из двух тысяч категорий, таких как одежда, детские товары, электроника, бытовая техника и другие. Как узнать в каком магазине сейчас есть скидка на нужный вам товар? Если вы хотите купить что-то со скидкой, вы заходите на сайт salary.ru и через поиск находите, например, кашемировый свитер и сортируете по скидке и вы увидите все скидки популярных магазинов в одном месте. Далее выбираете понравившийся товар и переходите в магазин для его покупки. Если вы все же не нашли подходящую цену, то можете подписаться на уведомление о скидке на нужную вам категорию товаров и как только появится подходящая цена, телеграм-бот оповестит вас. Ну а теперь давайте тестировать косметику. Ну что ж, давайте для начала закончим глаза и для этого мне нужно нанести консилер будет сейчас. Я буду использовать новинку от Revolution, это линейка Conceal & Hydrate. Вообще по внешнему виду может показаться, что это консилер, который вышел уже достаточно давно. Но вот он, кстати, у меня есть, но это линейка Conceal & Define. И в этой линейке я тоже пробовала и консилер, и тональную основу. Не для меня эти продукты были, потому что они больше рассчитаны на жирную комбинированную кожу. Когда вот эта линейка больше таргетирована для нормальной или же сухой кожи, то есть как раз именно то, что мне нужно. Как бы в теории. Что касается еще этого консилера, то я себе взяла оттенок C3. В принципе, очень даже угадала, мне нравится этот оттенок. 13 граммов здесь, огромное количество консилера. Сделано это в Тайване. Ну и состав здесь тоже достаточно обычный. Вода, силиконы, силика, глицерин. Ну как бы ничего сверхъестественного. Аппликатор здесь такой же огромный, как и у предыдущей версии. И я буду наносить совсем немного. Потому что этот консилер, во-первых, имеет достаточно плотное покрытие. То есть в этой линейке они сохранили вот эти основные особенности в плане покрытия, в плане того, как это выглядит на лице. Но единственная формула, вроде бы как нам обещали, не сушащую кожу. Хотя сразу вам спойлер, я считаю, в них это не получилось сделать. Огромное преимущество этого консилера действительно в том, что перекрывает хорошо. Плюс очень круто сглаживает текстуру. То есть если у вас есть какая-то не очень приятная текстура в районе нанесения консилера, то этот консилер очень все сглаживает. Такое впечатление, знаете, что фотошопом немножко подправили кожу, и все выглядит гораздо более гладко. Но с этим консилером у меня есть огромное такое но. Он со временем начинает очень сухо выглядеть. Мне даже иногда кажется, что он выглядит более сухо, чем его предшественник, который я недавно вам показывала. Потому что под конец дня я всегда, когда пользуюсь этим консилером, смотрю на себя в зеркало, и у меня такое впечатление, что я выгляжу с ним старо. Зона под глазами какая-то вся потрескавшаяся, все заваливается в морщины. Очень некрасиво выглядит и реально сильно прибавляет возраста. И вот сейчас этот консилер уже начинает заваливаться в морщины, поэтому я предлагаю сразу его закрепить. Для закрепления у меня тоже есть новинка, это новая рассыпчатая пудра от Revolution. Это из линейки вот именно вот этой матовой Conceal & Fix, но вышла она совсем недавно, называется эта пудра Loose Setting Powder. Я себе взяла оттенок Light Yellow, там есть у них и прозрачная, и также несколько других тоже оттенков у них есть. Я прозрачную не захотела, решила попробовать светло-желтую. Здесь тоже 13 граммов. Вообще на упаковке здесь написано очень много всякого приятного. Без талька, нет флешбека, также водоустойчивая эта пудра. Но в то же время, если посмотреть состав, здесь, что мне не очень нравится, это алюминиевый крахмал на втором месте в составе. Обычно для меня алюминиевый крахмал не очень хорошо подходит. Он отвечает за то, чтобы средство было очень матовым, но в то же время я заметила, что алюминиевый крахмал мне лично еще сильнее пересушивает. То есть этот консилер сухой, а сверху с вот этой пудрой так получается совсем печалька. Ну и также в качестве консервантов здесь два вида парабенов. Упаковка зато очень красивая, пудра выглядит вот так вот. И когда открываешь, ух, она рассыпается по всему столу и по всем штанам. Здесь, кстати, было бы классно, если была бы какая-то крышечка дополнительная, но ее здесь нет. Поэтому, как видите, пудра рассыпается везде. И, кстати, я бы не сказала, что у нее есть какой-то вот именно вот этот желтый цвет, то есть светло-желтый. А на мне она скорее выглядит, наверное, как и прозрачная. То есть я что нанесла, что не нанесла, я не вижу эффекта от какого-то именно цвета. Эта пудра моментально матирует, а также очень хорошо блюрит. Вот опять-таки, что касается текстурных проблем, эта линейка очень классная, потому что она реально, ну вот прям круто сглаживает кожу. Если сравнить до и после, я вижу конкретную разницу. То есть мне нравится, как выглядит лицо, все такое гладенькое, красивенькое. Вот если бы так было на протяжении дня, вот цены бы не было просто этой линейки. Я уверена, она бы стала моим фаворитом. Так, давайте я сейчас быстренько закончу макияж глаз, и когда вернусь, то будем с вами уже наносить тональную основу на лицо. Ну а теперь давайте с тоном разбираться. Называется он абсолютно точно так же, как консилер, линейка Conceal and Hydrate. Я себе взяла оттенок F2, и вот оттенок сразу похвалю, потрясающий просто оттенок. Уже давненько не попадался мне настолько подходящий для меня лично тон. Вот он, мне кажется, полностью сливается вообще с тоном моей кожи, но вы это сейчас скоро увидите. А здесь также написано, что это от среднего до плотного покрытия. Для меня это почему-то стало сюрпризом. Я не знаю почему, я думала, что это более легкая формула, но, как видите, они вот сохранили все вот эти особенности вот этой вот линейки. Как матовая версия, так и вот эта увлажняющая, очень плотный. И я бы сказала, что здесь даже не средняя, а такое среднее плюс или плотное покрытие. По объемчику нам здесь ее немножко зажали, потому что здесь всего 23 мл, что делает ее сразу дороже по сравнению с другими какими-то бюджетными тональными основами, где абсолютный стандарт 30 мл. Срок годности у нее тоже 12 месяцев после начала использования. Сделана она тоже в Тайване, как и консилер. И что касается состава, то состав практически такой же, как и у консилера. То есть достаточно обычный, вода, опять-таки силиконы, глицерин, разные там загустители, усилители текстуры и так далее. Здесь в названии красуется гиалуроновая кислота, за счет чего наверняка они подразумевают, что это более увлажняющая формула. Но гиалуроновая кислота здесь практически в самом-самом конце списка. То есть она третья с конца. Соответственно, ее здесь крайне мало и на какое-то серьезное увлажнение я бы на вашем месте не рассчитывала. Плюс этой упаковки в том, что они наконец-то сделали помпу. В предыдущей версии матовой там такой огромный фетровый аппликатор, грубо говоря, консилер в увеличенном размере. А здесь они сделали помпу и за это от меня получают плюс балл. Потому что помпа и стекло это, наверное, самая универсальная и самая любимая для большинства форма упаковки. По своей текстуре тональная основа достаточно жидкая. Как видите, она стекает по палитре. Ну и давайте же ее наносить. Опять-таки мне сейчас нужно свои ручки держать под контролем, потому что этой тональной основы нужно действительно очень мало. Вот прям крайне мало для того, чтобы уже получить результат. Первый раз, когда я пользовалась ею, я нанесла вот как обычно, знаете так, не жалея, чтобы сразу вот так вот хорошо на все лицо распределить, это был просто ужас. У меня такое впечатление, что у меня вот такой вот слой тона был на лице. Просто кошмарно это выглядело. И абсолютно никакие мои манипуляции не помогали. Что я ни делала, как я ни старалась растушевать или убрать немножко тона с лица. Вот ничего не помогало, поэтому лучше добавьте. Вот если вы видите, что где-то вам еще хотелось бы добавить покрытие, или где-то может быть там у вас проплешина образовалась, не хватило тона, вот лучше чуть-чуть добавьте. Потому что если переборчите, то вид будет вот просто абсолютно отвратительный. Ох, после нанесения она, конечно, очень мне нравится, потому что когда смотрю на себя в зеркало, такое впечатление, что я себе новую кожу натянула на лицо. Очень все сгладилось. Вот потрясающе просто этот тон работает с текстурой. Реально такое впечатление, что я себе, знаете, наждачкой немножко так пошлифовала, и кожа стала гораздо более гладкой. Вот все поры, все пупырки, все морщины изначально очень красиво сглажены. Покрытие тоже сумасшедшее. Вы видели, что я старалась очень мало наносить. При этом я наносила спонжем, который еще добрую половину впитал из того, что я наносила. Но при этом у меня даже практически все пигментные пятна перекрылись. То есть еле-еле они там проглядывают сквозь тон. Обычно они гораздо более заметны у меня на лице, потому что обычно я более легкие текстуры на лицо наношу. И как бы мне не хотелось на этом остановить обзор и сказать, что ну вот, собственно, и все, вот что из себя представляет этот тон. К сожалению, я не могу, потому что для меня опять-таки есть один такой же огромный минус, как и у консилера. Через несколько часов после того, как я ее поношу, она начинает заваливаться во все морщины, трескаться в них, очень сухо выглядеть. Она начинает и на лбу некрасиво выглядеть во всех морщинках, и вот здесь вот в носогубке, и вокруг носа тоже. На самом носу она тоже начинает как-то как будто немножко как отторгаться, и сидеть как будто на поверхности. Не втушеванно сидеть вот как сейчас, сразу после нанесения, а вот такое впечатление, что моя кожа ее немножко выталкивает, такая типа бээээ. Причем я пробовала разные варианты носки этого тона. Я пробовала просто непосредственно перед нанесением хорошо увлажнять лицо, все равно эффект такой же. Я пробовала использовать праймеры, как сияющий, так и просто как бы силиконовый такой разглаживающий, но вот что ни делай, все равно результат один и тот же для меня. Ну и последняя новинка, которую мы с вами сегодня будем тестировать, это маркер для бровей, называется он Micro Brow Pen. Я себе взяла оттенок Dark Brown. Я что-то замечаю, в последнее время все компании с ума сошли по вот таким вот маркерам в форме граблей или вилки, и очень многие выпускают вариации вот такого вот маркера. Я, честно говоря, не очень знакома была с таким форматом, но несколько брендов я уже протестировала. И вот сразу хочу вам сказать, перед тем еще как начну наносить это сейчас в свои брови, я уверена, что для кого-то это может быть вообще просто потрясающая находка. И главное, чтобы здесь все сошлось у вас по двум главным пунктам. Первый, это чтобы оттенок был идеально, и я имею в виду именно идеально подходящий под цвет ваших бровей, либо под общий цвет, который потом будет после того, как вы уже закончите оформление. Потому что вот этот маркер я не считаю, что подходит для всей брови. Он идеально рисует там, где какие-то есть проплешины. В основном это, в принципе, вот здесь вот начало брови, у кого-то может быть и вот в этих вот зонах. Но если у вас достаточно пушистые брови, этот маркер сквозь вот эту пушистость не проберется и не будет рисовать. То есть смысл его в том, что он рисует именно по коже. И по коже он рисует, как знаете, как татуаж своего рода вы делаете. То есть вот по коже рисуете эффект волосков. И если оттенок идеально вам подходит, это будет выглядеть действительно натурально и правдоподобно. Если же с оттенком что-то не совсем того, то это будет очень очевидно. И второе, это я уже в принципе об этом сказала, этот продукт понравится тем, у кого есть конкретно пляшивые места. И кому хочется именно в этих местах сделать такой себе эффект татуажа. Или скорее даже не татуажа, а микроблейдинга. Из всех вот таких вот маркеров, которые мне только доводилось пробовать, Вот этот я считаю один из самых неплохих, потому что он действительно насыщенно рисует. Это не что-то такое, что еле-еле, знаете, вы возюкаете, возюкаете, вроде как цвет появляется. Но нет вот этих вот четких линий. Вот эта штука рисует прям четко. Ну и из минусов, которые я могу отметить, это то, что она не рисует по зонам, где достаточно много волос. Из-за чего, в принципе, вы лимитированы отдельными какими-то зонами. И все равно вам придется потом чем-то другим еще бровь прорабатывать. И скорее, наверное, лучше брать какие-то помадки для бровей. Потому что если вы возьмете, к примеру, карандаш, карандаш на фоне будет выглядеть гораздо более мягко. То есть вот эту жесткость прорисовки от этого маркера нужно дублировать еще чем-то другим по остальной бровей. Ну и еще, мне кажется, это очевидно, но я все равно об этом скажу, маркер не растушевывается. И в принципе, мне кажется, не предполагается, что он должен растушевываться. Он должен создавать именно четкие линии. А это проблема для тех, кто может допустить ошибку с ним. Ну и вот сейчас я максимально приблизила камеру, чтобы вы посмотрели, чего, в принципе, можно ожидать от этого маркера. Естественно, бровь у меня сейчас еще не закончена. Мне нужно будет полностью, как я и говорила, ее доработать и как-то скрыть вот этот эффект маркера, такого явно нарисованного. Но тем не менее, если у вас вот реально там где-то одна проплешинка, и вам вот достаточно вот так вот чик сделать и все, и у вас будет все идеально. И при этом оттенок будет идеально подходить вам, то мне кажется, это действительно может быть находкой. А что касается этого оттенка, как видите, мне кажется, он слишком красный для меня. Из новинок Revolution у меня все. Сейчас я быстро закончу макияж и будем с вами подводить финальные итоги. В заключении знаете, какое мне напрашивается? Я не считаю, что вот эта линейка, конкретно Conceal and Hydrate, провальная. Но в то же время я считаю, что эта линейка подходит только исключительно для молодой кожи. Но в любом случае для кожи, для которой морщины вообще не являются проблемой. Потому что если вот как раз таки вы сталкиваетесь с тем, что вам нужен тон, который не будет подчеркивать морщины, который не будет заваливаться в морщины, не будет там трескаться. И в целом общий вид будет делать более молодым на вид, то вот это совсем не ваш вариант. Но в то же время я удивлена, что мне настолько не подошли эти продукты, потому что я попадала на очень много позитивных обзоров. То есть я вижу, что эта линейка реально нравится и даже для тех, у кого там более жирная кожа. Но здесь действительно, как мне кажется, очень важно, чтобы морщины не являлись вашей как бы первоначальной проблемой, которую вы хотите решить. Однозначный потрясающий плюс этой линейки заключается в том, что действительно очень красиво сглаживает кожу. Вот невероятно красиво. И опять-таки для более молодых возрастов, мне кажется, это классно подходит. Потому что и перекрывает очень круто, то есть если есть даже какие-то прыщики или постакне, какие-то шрамики, возможно. Вот мне кажется, будет очень круто, потому что тон с легкого слоя все перекрывает, практически все проблемы цветовые решает. И в то же время текстуру выглаживает, заблюривает и все красивенько делает. И если при этом на вашем лице, в принципе, особо нет морщин, мне кажется, вы будете просто в восторге от этого эффекта. Что касается этой пудры, то ее я могу рекомендовать скорее для комбинированной жирной. Если вы закрепляете тон, да и вообще, в принципе, все лицо закрепляете пудрой, вот можете попробовать. Эта пудра очень матирующая, вот прям очень сильно матирующая. И при этом эффект она держит железобетонно. То есть, если вы поправляете макияж на протяжении дня, возможно, с этой пудрой вам это придется делать реже. Потому что действительно сильно матирующая эта пудра. А вот это, мне кажется, вариант не для новичков однозначно. Вы слышали плюсы и минусы. Для вот этой штуки нужна очень уверенная и четкая рука. Это не для тех, кто боится вот такого вот формата и будет пытаться там еле-еле чего-то прорисовать. Но опять-таки здесь особенность в цвете. Если вот вы видите, что этот цвет это то, что вам нужно, то только тогда могу порекомендовать. Иначе будет выглядеть очень неорганично. Вот мне кажется, у меня брови выглядят сейчас плохо, потому что этот цвет слишком красный для меня. Он создает скорее эффект такой грязи у меня на бровях. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!